Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции – презентация нового формата республиканской газеты «Казахстанская правда». Газета с вековой историей уже завтра попадет в руки читателей в новом облике. Контент и внешнее оформление «Казправды» всегда строились с учетом норм этики, принципов лучших образцов международной журналистики, в основе которых объективность, оперативность и содержательность. Более подробнее обо всем об этом расскажут наши сегодняшние гости. Председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Тараков Александр Юрьевич, главный редактор интернет-сайта «Казправда Киезет» Айдаров Дамир Шамильевич и заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» Сергей Викторович Нестеренко. Уважаемые гости, добро пожаловать. Александр Юрьевич, первое слово предоставляется вам. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы пришли поделиться нашими творческими замыслами, ну и продемонстрировать то, что вы завтра увидите уже живьем. То есть газета «Редизайн газеты» и «Новый стиль верстки». «Казахстанская правда» за всю свою продолжительную историю, она в прошлом году исполнилась 95 лет, неоднократно меняла и стиль подачи, и дизайн, и даже само название. Вот изначально газета называлась, можно показать слайд, вот видите, изначально называлась газета «Известия кыргызского края», затем «Степь» и только с 1932 года уже нынешнее название «Казахстанская правда». Даже по этому слайду вы можете увидеть, что логотип в нынешнем виде тоже несколько раз менялся. В две строчки писалось название газеты, и в одну строчку тоже. Теперь же мы придем, и тут слева вы видите самый-самый первый номер. Кстати, когда мы отмечали 95-летие, этот подарок нам сделал «Казконтент». И тогда мы впервые увидели свой первый номер. Это исторический кадр. Ну, давайте дальше полистаем. Вот знаменательные даты. В 1999 году был создан сайт «Казправды», а в следующем году уже появилась англоязычная версия сайта, за что нам были очень признательны дипломаты, поскольку в то время на английском языке было в стране очень мало сайтов, и они как бы из первых рук получали информацию. Ну, а вот, не знаю, по-моему, в Казахстане, кажется, еще в печатных СМИ не работает такая система, которую мы позаимствовали у россиян. Это лекционно-издательская система «Аксиокат». Теперь так называемых гранок в бумажном виде у нас нет. Вся газета производится в электронном режиме. И легко можно зафиксировать участь в любой заметке любого материала, на какой стадии, где он находится. И если долго работает, скажем, журналист над корректурой, то можно ему сделать замечание, попросить ускорить процесс. На всех этапах можно проследить верстку очередного номера. И это дисциплинирует, потому что журналисты, как бы все прозрачно, прозрачен весь процесс. Если кто-то задерживает, тот же получает замечание. В результате мы газету завершаем работу над газетой на полтора-два часа раньше, чем это было прежде. Дальше. Редизайн мы уже в последние десятилетия делаем третий раз. Был опыт в 2009 году. Тогда, помните, существовал холдинг «Арна-Медиа». И все СМИ меняли систему подачи. Тогда у нас даже были внедрены так называемые надзаголовки. То есть заголовок идет, сверху основная мысль выносится надзаголовком. Все это усложняло процесс производства. Были жирные линейки. И частенько случался типографский брак. В дальнейшем мы отказались от такой подачи. И, наверное, года 3-4 в нынешнем виде выходили. Но, а теперь, обобщив имеющийся опыт, изучив множество изданий, этим в основном занимался у нас Сергей Викторович Истеренко. Вы его, наверное, знаете. Известный журналист. Был участником президентского пула. И вот он со своей группой детально проработал. Отследил современные тенденции. Ну и вот в итоге... Перелистываем. Теперь уже пойдем к тому, что мы намереваемся завтрашний день выпускать. Как вы видите, вот там мы обвели логотип. Теперь логотип будет писаться в одну строчку. Это заметно сокращает. То есть дополнительная площадь появляется благодаря этому. Теперь надписи, выносы снизу мы подняли вверх. Обратите внимание. И для чего мы это сделали? В киоске лежит газета. Как правило, верхняя половинка. И вот заглянув, можно увидеть, что мы там... На что акцентируем внимание. На каких текстах. И это может заинтересовать читателя. Теперь еще такие мы элементы ввели, как... Так, это вот даем подзаголовки. Заголовки в нижней части. Где этот кадр? Следующий, да? Или на первой же полосе, да. Вот снизу, снизу, видите. Мы, да, даем зачины. То есть вот лиды. Лиды тех текстов, которые... Которые мы тоже хотим привлечь внимание. Ну, как правило, это, наверное, будет два или три анонса газетных. Один из них с фотографией. И кроме того, мы здесь же анонсируем один из интересных материалов нашего сайта. Ну, такие вот новшества на первой полосе. На других полосах, видите, мы будем выносить цифру или интересный факт, выделенный кружочком. Ну, и таким образом акцентировать внимание. Для того, для чего мы это сделали, мы нашли очень эффективный современный шрифт. Вилджовик, он называется. Имеет 12 начертаний. Причем при одинаковом кегле, ставим с Нью-Роман, который мы сейчас вот используем, он дает большую площадь. Потому что вариативность и начертания такие вот приятные воспринимаются лучше глазом, тоньшие черты. И, надеемся, придет к тому, что еще будет меньше типографского брака при печати. Потому что иногда, вот когда на сгибе попадались заголовки, да, оттиски шли на соседней полосе. Что касается нашего контента, то мы работаем над тем, чтобы тексты были аналитичней, оперативней. И вот и здесь слайд, где мы демонстрируем рубрики. Переясни, пожалуйста, Сергей. Рубрики это дальше. Вот видите, это рубрики, которые сейчас используются. Культурная реальность. Наталья Курпякова ведет на протяжении пяти лет уже. Это можно толстую книгу издать. Очень хороших, изящных текстов. Любовь Шишкова знакомит с новостями в литературной сфере. Самыми интересными. Простые истины. Беседка Валентины Ферроновой. Вот эти две рубрики. Простые истины и беседка публикуются в нашей толстушке. Это пятничная газета. И болею нашего Оскара Бесенбаева, недавно вернувшегося с Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На следующем кадре то, что уже вписывается и будет выходить в новом формате. Это ваше право, где по сути это азбука потребителя, которую будет вести Ирина Нос. Мысли по ранжиру это спецполоса служу Отечеству с авторской колонкой автора этой полосы Дулата Молдобаева. Затем доказательства противного, женский взгляд, он и она. Не сразу мы добились того, что наши журналисты, группа журналистов стала вести собственные колонки. Но это очень полезно, потому что это постоянная работа ума. Человек должен думать, а какая у нее следующая колонка будет, на какую тему, и постоянный тренинг. Постоянный тренинг. Вот вследствие такой целенаправленной работы люди быстрее добиваются повышения творческого мастерства. И потом уже готовы писать и крупные материалы по своей специализации. У нас, наверное, уже сформировался целый пул аналитиков в разных областях. Если взять политику, то это, конечно же, Владимир Курятов, Сергей Нестеренко, другие. и экономика, Ирина Нос, Алевтина Донских. Есть ли сильнее финансовые журналисты, чем Алевтина Донских? Не знаю. Но вся оперативная информация постоянно с ее подачи у нас появляется. Вот в этом направлении мы будем и дальше работать, усиливать аналитичность, оперативность газеты. Кроме того, мы стремимся к тому, чтобы существовала постоянная связь между печатным изданием и нашим интернет-порталом. Даже вот ввели специальный пиар-код, который будет размещаться на первой полосе, и наведя гаджет на этот пиар-код, можно будет войти на сайт, зайти на наш сайт. То есть это упрощает процесс. Таким образом будет обратная связь осуществляться. Среди наших новшеств также серия инфографик Казахстан, цифры, факты, посвященные 25-летию нашей независимости. Мы уже открыли такую полномасштабную рубрику летопись независимости, где уже фоном выделяем год очередной. Три полосы уже выдано, всего их будет, видите, фоном даем год. Всего будет таких полос выпущено по количеству лет независимости 25. Среди интересных проектов также фотоконкурс, посвященный юбилею независимости. Мы регулярно даем фотографии и в финале победители приедут, будут приглашены в Астану, а в Национальном музее мы проведем выставку этих работ. То есть тоже такой интересный долгоиграющий проект и уже такие сильные работы появлялись, что наверняка будут они претендовать на призовые места. Ну вот в целом такие вот у нас планы на ближайшее время. Хочется верить, что замыслы эти будут воплощены. Первая тетрадь 8 полос теперь у нас в столице будут выходить полноцветными. То есть и внутренние полосы будут сопровождаться цветными фотографиями. В заголовках и в рубриках мы не будем злоупотреблять цветом, поскольку современный тренд ведущих мировых изданий все-таки давать шрифты черного оттенка. Как бы это немножко делать газету строже, солидней. Наверное, будем стремиться к тому, чтобы меньше у нас было огромных простыней полосных. и в принципе за последние два месяца в этом направлении уже есть какой-то определенный прогресс. Спасибо за внимание. Теперь, пожалуйста, задавайте вопросы. Спасибо большое. Прежде чем перейти к блоку вопросов-ответов, коллеги все заметили о том, что на первой странице газеты появился QR-код с прямым переходом на сайт. Я думаю, более подробнее об этом расскажет наш гость и главный редактор интернет-портала Касправда.Киезет. Дамир Шамильевич, пожалуйста. Добрый день еще раз, коллеги. Мы готовимся к новому шагу в нашей работе и непосредственно конкретно в нашем портале более подробно расскажу. Как вам известно, у нас интернет-редакция была образована в июне 2014 года и наших ребят вы можете видеть также в поле, которое работает, освещает мероприятия различные. И хочу отметить, что интернет-редакция Казахстанской Правды это отдельный медиапродукт, то есть сайт не является продолжением газеты, а отдельные материалы готовим. Мы хотим в дальнейшем тоже не отставать от печатного издания, от газеты и в этом году готовим редизайн сайта. Нынешняя версия у нас была неизменной около двух лет, поэтому мы тоже для наших читателей готовим сюрпризы. Также мы планируем изменить, именно в интернете будем представлены как Каз Правда Ки-Зет с новым логотипом, ну и новыми медиапродукторами, которые, я думаю, оценят наши читатели и зрители тоже, так как мы хотим осваивать, вернее, уже осваиваем новое направление, как видеоматериалы, видеоновости, и я думаю, что тоже все это наши зрители уже сегодня могут это оценить и увидеть на нашем сайте. У меня пока все. Спасибо большое, но я думаю... Извините, я покажу, вот мы пробно верстали полосы, вот как они примерно выглядеть будут по новой верстке. Вот тут разные варианты. первые полосы, вот крупный снимок с президентом, вот производственные снимки будем тоже показывать нашу индустриальную мощь. Кстати, в сентябре мы еще откроем рубрику, посвященную юбилею независимости под названием «Лидеры индустрии», где будем показывать современные перспективные предприятия, ну и тем самым как бы вдохновлять людей на большие свершения. В этом плане мы тоже, я считаю, работаем немало, потому что мы сохранили такой жанр уже редкий в современных СМИ, как очерк, зарисовку о людях, о людях сильных, волевых, проявляющих характер, добивающихся серьезных достижений в своей области. Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы нашим спикерам в рамках заданной темы? Хрометти артистер, бельгий гентахры понча, сурахтарнез барма. Улыбылсабызбоспососконференциям зынгжунусная ахтаймис, кельгин хонахтармзга алгасмизды бельдремис, уважаемые коллеги, я думаю, что завтра вы возьмете в руки уже свежий номер газеты «Казахстанская правда» в новом формате, который будет вас радовать. На этом мы заканчиваем работу нашей пресс-конференции. Благодарим всех гостей за уделенное время. Спасибо. Продолжение следует...